Гранит науки лучше грызть в комфортных условиях. В Кычагу имени Умар-Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежитий для студентов. Какие обновления ждут жильцов и как они должны повлиять на их успеваемость, выяснял Ахмат Халкечев. Капитального ремонта в университетских общежитиях не проводилось со дня ввода их в эксплуатацию. А это значит, что не только штукатурка стен, но и многое из инженерных конструкций и систем энергоснабжения помнят первые годы Горбачевской перестройки в СССР. Объект был сдан в 1987 году. Производили просто текущие ремонты, где была насущная необходимость. А конкретно в таком объеме практически никогда не производилось. Шумные разговоры студентов на время сменило грохотание строительной техники. Рабочие еще продолжают отбивать старую штукатурку. Как говорится, работа кипит. Заменят полы, окна, двери, а в душевых комнатах ветвую плитку и сантехнику. Безопасность жильцов тоже будет обеспечивать обновленная система экстренного оповещения. Это девочки тут будут нас жить. Тут две девочки, тут две девочки. Жилые комнаты. Это прихожая. Здесь санузел у нас. Он еще подготовлен, только водопровод еще не проведен. Вот здесь у них зона как бы столовой. Здесь они смогут держать свои продукты и пообедать, перекусить здесь могут. А готовить будут в общей кухне. То есть чайку возьмут там? Да, что-то здесь легкое они могут тебе позволить. Продукты здесь будут. Холодильник здесь будет стоять. А готовить, мыть посуду, это будет в общей кухне. Там будут столы, плиты, раковины для мытья посуды. Все будет это. Но это уже после ремонта жилых блоков. На объекте одновременно работают две подрядные организации. Одна осуществляет замену инженерных конструкций и монтаж системы энергоснабжения. Другая занимается строительными работами и космической частью. В отремонтированные блоки первые новоселы начали заводить свои принадлежности и обживаться. Что больше всего запомнилось из данных блоков? Ну, ванны были очень-очень, если честно, обои отклеивались. Вечно приходилось их обратно заклеивать. А сейчас по белкам удобно. Если что-то там случайно испачкали, быстренько перекрасили. Ванны новые, самые главные. Остальное все не важно. В прошлом году нам поставили новые батареи, поменяли водопроводы. Теперь все хорошо, теперь лучше. То есть и тепло стало, и красное стало. Да, намного. В этой обстановке жить приятно. В таких комфортных условиях нам теперь и сессии не страшны, признаются студенты. В том, что условия проживания должны повлиять на качество успеваемости, не сомневается и руководство вуза. Вдохновляют студентов не только освоение наук и высокие результаты в учебе, но и ни с чем не сравнимые виды великолепной природы, на лоне которой и расположилась туристическая и студенческая столица нашей республики. Объемы выполненных работ на данный момент превышают 40%. Свои коррективы, конечно же, внесли и ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, до Нового года все ремонтные работы в жилых блоках общежития будут завершены. Ахмат Халкищев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.